Девочка-пай 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 Вот раньше на месте вот этого вот креста стоял дуб. И на этом дубе появился лик иконы Божьей Матери. А у подножия этого дуба стал бить источник. Вот. И недалеко стало образовываться поселение. Ну, студеная вода. И вот произошло такое название деревни Студенец. Девочка-пай 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 Они добрые? А умные? Да, что умнее нас. Понимаешь хорошо. Но она сейчас понимает, что мы по-доброму. конечно ты красавица смотри какой носик это она вам так доверяет что она кого вы их кормите а что не едят мужчина овес м по улыбочку сделать телезвезда овески требуют к себе внимания лучше понимаете чем мы постоянно это животное такое безобидное другие раз зима тоже надо по-хорошему всегда быть еще и так вот так мы и работаем в этом деревушке студенец говорят себе год город вам вот нравится деревне почему нет не хочу я я привык я деревенский мне надо уже мне покопаться с животными поговорить это мое с ними разговаривайте это у нас такое есть еще свой разговор да а как ее зовут маруська маль маль а а а а Иди, Виталий, садись. Садитесь, поехали. Ох, и хорошо. Спасибо вам большое. Такого удовольствия у меня давно не было. И часто вы ездите на санях, а не на машине? Да, каждый день. У нас машина лучше. Бензина не надо. Вместе с отцом вдвоем работаете на ферме. Как вам такая работа? Ну, потихоньку работаем, пока сила есть, воля работать. А сколько же вам лет, пока сила есть? И двое детей, две дочки. Что, двое детей? Да, две дочки. Одна старшая, одна маленькая. Как зовут? Ульяна Милана. Что бы вы пожелали своей родной деревне и жителям, которые в ней жили? Чтобы студия нет, чтобы простоял столько, сколько стоял. И жители тоже. Старые, молодые. Чтобы жили тут, не выезжали никуда. Все. Все, с свидания. Снимайся так. Жили, конечно, после войны. Было тяжело в детстве. Очень тяжело. Отец не вернулся из войны. И жили слабенько, конечно. Ну, а потом уже после семи классов устроилась, пошла на работу. Ну, уже стало понемножечку легче. Легче. Еще понемножечку наживали. Сюда вышла замуж. Ну, и тут и живу. И это мы уже награды давали мне. Вот свадебная. Вот свадебная. Еще не было таких достатков. Такое платье было. Такая свадьба. Свадьба была, наверное, в мае. В руках вы держите сирень? Да. Ну, ходите, покажу вам, чем я занимаюсь. Что же это такое? Это обудки. Такие вот шью. И что, в них прямо так и ходят? Вот такой, как вы? Да, галоши натягиваю на улицу. Классные штуки. Мне нравится. Не могу вот, чтобы я села да сядела так или лежала. Мне надо что-то делать. Потихонечку, потихонечку и делаю. А летом вот чем занимаюсь. Вот это да. Вот это богатство. У меня тут помидорчики. И яблочки вон есть. Я-то борщ такой наварила. И вон салат, и огурцы все есть. Это вам на всю зиму? О, боже мой. Хоть я поем. Давай ешь, пока оператор не отобрал. Топичка. На, ка тебе, блинок. Ой, ты мой хороший. Ай, ты мой топа. Старенький он уже у меня. Старичок мой. Добрый или злой? Не, добрый он. А вот там, ну, сарайчику, курочки мои. Три петухи. Не могу даже объяснить это. Какий смысл жизни. Так создано все, что должен человек родиться, жить и умереть. Живите долго. Спасибо. Здравствуйте, познакомьте нас. Вы уже большие, сами должны тут находиться. Как вас зовут? Меня зовут Женя, а меня Лиза. Очень приятно. Покажите нам свое домашнее хозяйство. Да. Пятеро гусей? Да, там мы взяли разводить. Две белые. Одна белая. Сколько у вас их? Их много. Свиней? Да. Ну сколько это много? Ну, штук десять. Ну, остальные пули. Вы, наверное, работаете с утра до вечера? Ну, да, на работе с утра до вечера, а потом дома. А где вы работаете? В коммунхозе. С сантехником, да. А потом приезжаете домой и вперед по мной. И что больше денег приносите, если не секрет? Коммунхоз или домашнее хозяйство? Ну, как бы домашнее хозяйство нас кормит. Ну, а деньги что зарабатываем уже, тогда покупаем что-то. Ну, вот так. То есть и то и то полезно? И то и то полезно. Женька, охотница за поросятами? Женя, я поняла, они с тобой в прятки играют. Похоже, вам не с кому проводить гимнастику для поросят. Да. Хорошее место для жизни? Хорошее, тихо, спокойно. Ну, лучше, чем город. Мне лучше нравится, чем город. Почему? Ну, как почему? Свежий воздух. Это раз. Нету, ну, не шумно так, спокойно. Что, вышел на огород, можно и шашлыка пожарить. Ну, как бы, здесь свобода действия. Как вы думаете, что ему сняется? На Ангел, наверное. Я сама чудо родом. Со студенца, здесь родители, бабушка жила. Мама, папа, дедушка. И вот этот дом остался от бабушкина. Ну, наверное, не в таком виде. Ну, да, конечно, мы тут уже потрудились много. Ну, все в стройке, все в работе. Так что все строится и строится нам. Но мы видели, а уж хозяйство внушительное. Это все хозяин. Это все заслуга хозяина. Ну, а я еще гусей захотела взяли. Ну, так мы теперь, а у нас только так совместно, это, и он все говорит, иди свои гусей глядзи. Раньше ходила, глядела, а теперь некогда. Теперь и гуси ему достались. Ну, утром стоять где-то в полшестого. Управляется. Я пока детей в школу собираю, в сад. В полвосьмого они выезжают. И приезжают в пять часов вечера. Ну, там уже полчаса отдыхают. И опять работать. Ну, что еще дитям хочется, чтобы было лучше свое. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Жителям деревни Студенец, желающим крепкого здоровья, благополучия, достатка, успехов, всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова